Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге 1904 года «Сокровище искусство. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах О.Д. и Кнаппа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Итак, начинаем. Адриан Броуэр. Фламандская школа Драк. До настоящего времени имя Адриана Броуэра известно в Астердаме всем и каждому, благодаря, главным образом, разгульной жизни, какую вел этот художник, его проказам и ссорам, о которых сохранились рассказы его современников. Однако последние, несмотря на беспутное поведение Броуэра, признавали его одним из лучших бытовых живописцев. Об этом свидетельствуют высокие цены, какие платили за его картины, и то уважение, каким он пользовался за свое искусство у других художников. Только лет сто спустя после смерти Броуэра, когда Грёз и Плюдон стали восхищать публику своей притворной наивностью, он все больше и больше приходил в забвение. В первой половине XIX столетий, во время нравственной щепетильности и поклонения великим людям, смотрели презрительно на те тривиальности, которые увековечил этот фламандец. Это время виновата пред нами, особенно в том, что всякую фламандскую картину, изображающую драку, всякую грубую и непристойную сцену приписывали ему. Но в последние десятилетия совершился поворот общественного мнения в пользу Броуэра. Вместе с критикой его произведений явилось их понимания. В настоящее время предпочитает его Теннирсу. К сожалению, картина Броуэра составляет большую редкость. Несколько богатых и знатных коллекционеров, близких к нему по времени, несколько баварских принцев скупили все произведения Броуэра, какие только представлялось возможным приобрести. Вследствие этого в Мюнхенской пинокотеке собралось такое число его картин, какое нет в других публичных галереях вместе взятых. В ней, между прочим, находится знаменитая картина Броуэра «Драка», воспроизведенная в нашей гелиогравюре. Живленность композиции, разнообразие характеристики представленных лиц, тонкое наблюдение, натуры соединяются в этом произведении со вкусом и мастерством в группировке рисунка и живописи, оставляющим далеко за собой все, что только написано Тенирсом или Остаде. Но вот такое описание картины я нашел в книге 1904 года «Сокровище искусства», картины знаменитых мастеров, художественной репродукции, фотогравюрах Бодей Кнаппа, перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Пока-пока, до свидания.